Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с первым сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк. Погнали! Зачем и почему в игре нужно платить налоги за тачки, за квартиры и прочее? Сегодня мы это разберем и я подробненько об этом расскажу. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, вы знаете, что в принципе как и в Симулятор Автомобиля 2, так и в других супер реально крутых играх с реальной жизнью есть квартиры, дома и прочее. Но какое главное отличие Симулятора Автомобиля 2 от МТА Провинции? Конечно же в том, что она действительно полностью реальная жизнь. То есть тут не просто, знаете, вот автомобиль и прочее, там бла-бла-бла. Тут вы можете жить в квартире. Вот, к примеру, у меня квартира находится в этом доме. Вот там можно, собственно говоря, жить, кушать, отдыхать, ложиться, поспать и прочее. Также у меня есть тачки, собственно говоря, Волга и прочие другие машины. И помимо того, чтобы просто на них кататься и просто жить в квартире, ты тут же, так же, как и в реальной жизни, должен платить, собственно говоря, налоги, собственно говоря, за газ, за свет, за воду и прочее в игре. И если ты этого не будешь делать, то, увы, твою квартиру либо тачку просто возьмут и заберут. Но как этого избежать? В принципе, довольно-таки легко. Для этого нужно и необходимо вовремя платить все вот эти вот налоги, коммунальные услуги и прочее бла-бла-бла. Как это, в принципе, делать начинающему игроку, кто не знает. Вот, к примеру, вы только начали играть, вы купили себе тачку, вы купили себе квартиру и, собственно говоря, проехали на красный свет светофор. Чего делать в такой ситуации? Во-первых, если вы, собственно говоря, нарушили права, вы можете платить, собственно говоря, с телефона. Нажимаете на буковку Г на клавиатуре, либо русскую У, у вас открывается телефон. Тут у вас есть приложение Visa MasterCard, вот это вот. Нажимаете на него, вот это вот карты, JSK Card. И вот тут вам нужно нажать на кнопку оплата штрафов. Нажимаете оплатить и все, штрафов у вас нет. Но если вы, собственно говоря, насуетились и набрали очень много штрафов, то тогда, в таком случае, вам стоит съездить, собственно говоря, в банк, где, собственно говоря, вы это будете делать. Как найти банк? В принципе, довольно-таки легко. Нажимаете на буковку М, на, собственно говоря, на вот эту вот штукенцию в меню и бла-бла-бла. Тут находите вкладку вторую навигация. Далее выбираете город, в котором вы находитесь, лично я, в Невском. И вот тут госучреждение. Далее, собственно говоря, вот тут вы с вами находите банк. Собственно говоря, должен быть банк. Нажимаете поставить метку и все, отправляйтесь туда. Банк у меня находится в 700 метров отсюда. Вы можете его найти, убедившись, увидев его на карте, собственно говоря, у вас есть вот на карте меточка фиолетовая. Вы вот следуете ей. Либо вы можете ехать, собственно говоря, опираясь на маячок, который вы можете увидеть. Вот впереди меня, вон видно маячок, вон банк есть. И вы вот едете по нему. Собственно говоря, просто опираясь на то, где он есть, и туда вот вы едете. Поэтому я сейчас так и делаю. В принципе, путь довольно-таки легкий. Вы просто едете, и все. Главное, будьте аккуратны. То есть, если вы на прилегающей дороге, то вы уступаете тем, кто на главном. И старайтесь не нарушать. То есть, потому что в городе камеры есть на 80 км в час. То есть, всякое такое. Будьте аккуратны. То есть, если я сейчас, в принципе, тут вот буду ехать, к примеру, в 83 или даже вот в 81, то мне может, в принципе, прилететь штраф. Я не знаю, вот сейчас появится где-нибудь камера тут или нет. Но пока что нет. Значит, пронесло тут, собственно говоря, то ли нет камер, то ли ограничение на большее количество скорости. На большую скорость, на максимальную. Далее, вы вот тут, собственно говоря, заворачиваете. Проезжаете дальше. И вот тут, видите, вот этот центральный красивый банк. Крутой. Просто вот магический, огромный банк. Заезжаете сюда. И вот тут, собственно говоря, вы видите банк, банк, банк. Окей, отлично. Паркуетесь вот тут, собственно говоря, на парковке. В принципе, ну, желательно поаккуратнее парковаться, собственно говоря, уважать других. Я, в принципе, всегда это делаю. Но можете, если вы уже вышли из тачки, можете вот так подтолкнуть на, собственно говоря, ее место. Да, вот так вот. Все. В принципе, более-менее аккуратненько получилось. Все. Теперь мы топаем в банк. В банке, в банке. В банке, собственно говоря, мы заходим. Подходим вот сюда, к любой девушке, к свободной. То есть, в принципе... Ой, я случайно на улицу вышел. Возвращаемся обратно. Вот тут много девушек свободных есть, находится. И, кстати, тут есть пасхалочка. Вы можете либо вот сюда пойти, но это доступно только для инкассаторов, либо можете спуститься в хранилище банка. Кстати, я забыл сказать, что есть действительно вот такая вот пасхалка. Она действительно настоящий банк в подземелье. И тут, ё-моё, вы можете зайти в настоящее хранилище. Крутое хранилище. Это очень круто. То есть, мне действительно прикольно бывает сюда спуститься. Чувствуешь себя как в настоящем каком-то крутом хранилище. Ну ладно, теперь поднимаемся, потому что мы не за этим сюда приехали, а показать, как оплачивать вот всякие штукенции. Подходим к любой зелёной меточке. Тут видим, у вас есть денежные операции. Во-первых, нажимаем на штрафы, оплачиваем штрафы. Потом ЖКХ, услуги ЖКХ, ну, жилищно-коммунальных, собственно говоря, вот этих вот хозяйств. Вот, собственно говоря. Поэтому нажимаем на неё, оплатить со счёта и всё. Далее заходим во вкладочку налоги и также платим налог. Вот, пять тысяч на, собственно говоря, всё прочее. И всё. То есть, в принципе, вы оплатили и теперь вы можете спать спокойно. Квартира ваша никуда не денется, гараж не денется. Просто главное это вовремя делать. И всё тогда будет, в принципе, круто. Поэтому, я, кстати, ещё уверен, что надо будет сделать полностью ролик от первого лица на этой влоге. Потому что она действительно очень и очень крутая. И действительно просто мощно и мощно смотрится. Я надеюсь, что это действительно будет очень круто сделать. Поэтому давайте, собственно говоря, обязательно соберём тут максимальный крис и лайков, чтобы я это снял. И также, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинция. И ты обязательно кайфанёшь. Потому что она абсолютно бесплатная. В ней нет никакой-либо рекламы. И ты можешь играть прямо сейчас. Поэтому пока ты думаешь, твои друзья уже играют вместе со мной. Поэтому обязательно подключайся ко мне на седьмой сервак и играй вместе со мной. Ну а также я специально для вас, для своих крутых, собственно говоря, любимых подписчиков подготовил бонус. С помощью которого вы можете получить приятненькие вещи в игре. Для этого, ребята, когда вы зашли в игру, вам нужно будет нажать на буковку М английскую. Далее перейти в раздел реферальная система. И вот тут, в этой кладке, вам нужно ввести мой промокод личитоп. То есть вот этот промокодик личитоп ввести во вкладку активировать промокод вот сюда. И вы с легкостью получите крутой и очень интересный бонус. Поэтому я уверен, что это стоит сделать. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом всё. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет оплата квартиры. Все, кто напишет слово оплата квартиры, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч!